Всем привет! У нас довольно срочные и крайне угрожающие новости из мира большого кино. Дело в том, что главный кошмар Голливуда таки воплощается в действительность после месяцев и судорожных попыток избежать этого. А именно к забастовке сценаристов, которая длится уже начиная с мая, присоединяется и наиболее авторитетный и численный профсоюз актеров, насчитывающий свыше 160 тысяч человек. Чтобы вы понимали всю серьезность происходящего, представители киноиндустрии буквально за пару дней до начала страйка даже пытались привлечь федеральные власти США, чтобы избежать забастовки любой ценой, и все-таки избежать ее, видимо, не удалось. Так что теперь, по сути, все кинопроизводство главной мировой фабрики кино парализовано на неопределенный срок. Это даже хуже, чем было в 2020 году, да и вообще подобного не было уже более 60 лет. Так что все масштабы происходящего и весь ужас того, что творится для мира кино, сложно переоценить. Прямо сейчас мы во всем этом разберемся в деталях и, конечно, узнаем причины и, главное, следствия происходящего. Погнали! Итак, как вы, скорее всего, знаете, начиная с мая этого года в Голливуде бастует гильдия авторов. Этот профсоюз насчитывает около 11 тысяч членов и нужно отметить, что для счастья страйк, если и не положил на лопатки, то очень сильно ударил по всей индустрии создания фильмов и сериалов. Так что множество проектов оказались поставленными на паузу, причем основные последствия еще впереди, их мы почувствуем, вероятнее всего, в следующем 2024 году. Но что самое страшное для индустрии, вслед за сценаристами, поговаривать о страйке начала и гильдия актеров, случилось это еще несколько месяцев назад. Чего же они хотели, спросите вы? Да по сути того же самого, что и сценаристы. Больше гонораров, выплат от стриминга на основе роялти, регламента в отношении искусственного интеллекта, я так понимаю, что в первую очередь это касается озвучания пенсионного обеспечения, страхового, ну и так далее. Вообще, как мне кажется, гильдия актеров, скорее всего, просто решила, что сейчас самое время надавить, на фоне уже существующего страйка писателей, ведь две забастовки одновременно Голливуду просто не выдержать. И это в самом деле так, потому что вдобавок к 11 тысячам авторов, страйк 160 тысяч актеров и считайте, что с Голливудом можно прощаться. Так, для понимания серьезности ситуации, последний раз такое было в далеком 1960 году, то есть почти 65 лет назад. И с того времени киноиндустрия Голливуда всеми силами пыталась уберечься от такого апокалиптического для себя сценария. И вот он все-таки, несмотря на все труды, наступил. В четверг, 13 июля, стало известно о том, что гильдия актеров Голливуда таки объявляет свой собственный страйк. И поскольку североамериканские актеры начинают собственную забастовку против студий, ситуация в Голливуде становится воистину угрожающей. Дело в том, что негуциации и торги шли до последнего, и буквально вчера стало известно, что переговоры по контракту между Альянсом продюсеров кино и телевидения и гильдией киноактеров провалились. Сразу после этого утром, 13 числа, Национальный совет гильдии актеров собрался, чтобы официально одобрить запуск собственной забастовки, которая дополнит продолжающуюся в настоящее время забастовку гильдии писателей. Что это значит для всей индустрии? А вот что значит для индустрии совместная забастовка актеров и сценаристов. Означает она по сути полную и абсолютную остановку Голливуда, как фабрики по производству контента. Без сценариев и без исполнителей киноиндустрия будет стагнировать до тех пор, пока не будет найдено некое общее решение. Но насколько масштабными будут последствия этого двойного удара? Тут, как бы вам сказать, это будет чуть больше, чем полная катастрофа. Опять-таки напомню, что подобного не было более 60 лет, а тогда, когда это происходило в 1960 году, в дело вмешался даже лично тогдашний президент США Рональд Рейган и как-то сумел нормализировать ситуацию. Это так для понимания, какого масштаба для мира кино происходящие сейчас события. Переводя это в денежный эквивалент, тогда, 63 года назад, кинопроизводство теряли сотни миллионов долларов из-за одновременного страйка сценаристов и актеров. Так что сейчас это, бесспорно, будут уже миллиарды и миллиарды баксов. А это с учетом того, что киноиндустрия и так чувствует себя далеко не лучшим образом, продажи билетов падают, доходы от фильмов сокращаются, а многие новинки оказываются и вовсе грандиозными финансовыми провалами. С учетом всех этих проблем, вот теперь еще и двойная забастовка на погоны, так сказать, это, конечно, полный коллапс. Понятно, что, как и в случае с первой двойной забастовкой, две гильдии, скорее всего, заставят в итоге производителей контента принять такие их требования, которые сводятся к увеличению зарплаты и защите от искусственного интеллекта. Но сколько это потребует времени и какой нанесет урон Голливуду, пока что прогнозировать не берется никто. Понятно, что на данный момент и гильдия актеров, и альянс продюсеров тычат друг в друга пальцами, пытаясь свалить вину за предстоящую забастовку на своих соперников, но это, по сути, не имеет уже большого значения. Ведь в течение дня Голливуд, возможно, остановится, пожалуй, на самую большую стачку во всей своей истории. И если история нас чему-то и научила, так это, что мало не покажется никому. Напомню, что еще пару дней назад крупнейший профсоюз Голливуда, более известный как гильдия киноактеров, говорил, мол, после более чем четырехнедельных переговоров, альянс продюсеров кино и телевидения по-прежнему не желает предлагать справедливую сделку по ключевым вопросам, важным для членов САГ. Звезды первой величины, в том числе Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрипп и прочие-прочие, выразили свою поддержку за бастовки, как и многие другие актеры и актрисы первой величины. Что это означает на деле здесь и сейчас? Ну, как минимум, то, что актерам и исполнителям будет запрещено не только работать на съемочной площадке, но даже и давать интервью для продвижения своей работы. Причем двойная забастовка может остановить почти все производства, не только в Голливуде, но и на стримингах. В то же время, очевидно, бигбоссы пока что были не готовы к тому, чтобы пойти на условия гильдии актеров, А они таковы, что представители профсоюза требовали более высокой компенсации от потоковых сервисов, а также более высокой оплаты для противодействия инфляции, дополнительный доход от стриминга, а еще введение мер безопасности в отношении использования искусственного интеллекта. Актеры хотят быть уверены, что их цифровые изображения не будут использоваться без их разрешения. Со своей же стороны представители Голливуда, а переговоры ввели в том числе и босс ВБ Дискаври Дэвид Заслов, вице-президенты Диснея и многие другие. Так вот, представители киноиндустрии выдвинули свои встречные предложения, но, увы, компромисса не получилось. Фрэн Дрэшер, президент профсоюза САГ, заявила, что предложения руководства студий были оскорбительными и неуважительными. Компании отказались вести осмысленное обсуждение одних тем, а по другим полностью поставили нас в тупик, сказала она. Пока они не начнут вести переговоры добросовестно, мы не можем приступить к соглашению. После таких слов, профсоюз заявил, что его переговорный комитет единогласно рекомендовал провести забастовку. Опять-таки, сразу скажу, что ввиду серьезности и динамичности ситуации, многое в ней может измениться в любой момент. И, возможно, даже когда это видео выйдет, оно будет уже не до конца актуальным. Но, тем не менее, как бы ни сложилась ситуация, уже сейчас видно, что Голливуд находится в глубочайшем кризисе, который перерастет в настоящую катастрофу, если двойная забастовка и сценаристов, и актеров продлится хоть сколько бы то ни было длительное время. А пока все выглядит так, что длительного страйка не избежать. В конце концов, если говорить о рядовых членах профсоюза актеров, то уже 98% из них проголосовали за санкционирование забастовки. В ответ на это, организации, представляющие студии и потоковые сервисы, заявили, что глубоко разочарованы решением о забастовке, также добавив, что предложили историческое повышение заработной платы. Вместо того, чтобы продолжать переговоры, САГ отправили нас на курс, который усугубит финансовые трудности для тысяч людей, средства к существованию которых зависят от отрасли, говорится, в заявлении Альянса продюсеров кино и телевидения. Короче говоря, каждый считает, что именно его контрагент не прав в данной ситуации, и именно тот толкает всю отрасль в бездну. Но, тем не менее, заруба, видимо, начинается серьезно, ведь забастовка 11 тысяч писателей уже остановила производство большинства фильмов и телевизионных программ, причем до сих пор не было и нет никакого очевидного прогресса в прекращении этого. А теперь с еще 160 тысячами актеров, каскадеров, статистов и прочих, есть опасения, что отклонения от графиков и даже тотальный сбой всего процесса производства могут растянуться на лето и, возможно, даже сохраниться до конца этого года. Что это будет означать? О, это будет значить не только миллиардные убытки, как мы говорили уже ранее, но еще и то, что, по сути, большая часть контента, предназначенного для 2024 года, просто не сможет появиться. Таким образом, 2024 будет иметь все шансы повторить или даже перещеголять ужасный 2020 год, когда казалось, что глобальная киноиндустрия или уже умерла, или доживает свои последние дни. Только если тогда в основном дело коснулось киностудии, а стримеры чувствовали себя очень даже неплохо, например, тот же Netflix рекордно вырос за время коронки, то теперь ситуация такова, что и потоковым сервисам нет сидеться. Ведь, по большому счету, забастовка сценаристов и актеров приведет к тому, что все производство любого контента на территории всей Северной Америки будет практически невозможным. Как мы понимаем, это как раз-таки основное производство не только для Голливуда, но и для главных стримеров в мире. Особенно если учесть, что забастовки происходят сейчас в то время, когда крупные медиа и технологические компании, которые прыгнули в мир потоковых сервисов, и не только, сосредоточены на сокращении затрат и увеличении прибыльности, столкнувшись с беспрецедентным падением доходов и огромными вызовами, и вот вдруг еще и такое. Что же, как говорят многие эксперты, если совместная забастовка продлится хотя бы месяц-другой, индустрия кино и стриминга больше никогда не будет прежней. Как она изменится и какой станет, пока не знает никто, но то, что Голливуды не только ждут крайне тяжелые времена и вызовы, которых еще не видела нынешнее поколение управленцев, это стопроцентный факт. Как они с этим справятся, поживем увидим. Ну а чтобы ничего не пропустить, прямо сейчас подписывайтесь на наш канал, а также нажимайте на колокольчик. А еще подписывайтесь на нашу телегу, ссылка как всегда ждет под видео. Спасибо всем за просмотр и всем пока.